Здравствуйте, меня зовут Татьяна, мне 33 года. На данный момент я нахожусь в декретном отпуске по уходу за детьми. Я не работаю, но я мечтаю открыть свой салон красоты. Меня зовут Женя, а вот это вот сидит Михаил. Я мечтаю о своей типографии. Всем привет, я Юля, у меня двое деток Матвей и Олеся, 6 и 12 лет, и у меня уже есть свое дело. Студия деревянного декора в Омске. Юлия Казанцева, мама-предприниматель. В прошлом работник торговли. Научилась работать с деревом и с нуля открыла студию декора. Мы проведем с ней день и узнаем, каково это быть мамой в деле. У меня не было возможности сидеть в декрете, там, 3 года. В 4 месяца я с первой вышла на работу, со вторым та же песня. У меня двое разновозрастных деток. Одному нужно в одно место, другому в другое. Я, честно говоря, не справляюсь, и внимания им однозначно не хватает. Когда я была в садике, каждый день водила в Икею. Мы с ней ходили по разным развлечениям. Все детям, что в кайф, это все у нее было. И тут появляется Матвей, и мама меняет работу. Я всю жизнь с института отработала в торговле. Начинала я как промоутер, потом постепенно мерчендайзер, торговый представитель. Последние несколько лет я работала региональным представителем. Финансово это очень хорошо обеспечивается. Ты работаешь в режиме хоум-офис. Но есть обратная сторона. Если вдруг в стране кризис, то будет сокращать. Раз мы это пережили, потом второй раз. Наличие ипотека, остаток. Две машины, которые нужно содержать. Ребенок, второй ребенок. Но я не такой человек, который будет долго сидеть и думать, соображать, что делать. Ситуация, когда ребенку нужны новые ботинки, мой муж скажет, надо сэкономить. А я найду 10 вариантов, где можно подзаработать, чтобы купить новые ботинки. Она просто начала с того, что сделала. Обычные плечики покрасила их своими руками. Она этот бизнес вообще случайно, можно сказать, сделала. Многие бизнесы падают начальные. Стартапы умирают. Потому что нет уверенности у человека именно в продажах. Он любит свой продукт. Он знает, как его производить. Он любит свою услугу. Но как только нужно сказать «купи», мы начинаем ссидать. А что здесь плохого? Продажа – это умение убеждать. Это элемент давления, элемент определенного воздействия на человека. А мы не любим воздействия, нас не научили. Она говорит, ну что я буду каким? Назойливым. Ну чего я буду давить на клиента? Не будешь давить, не будешь настойчивым, не будешь объяснять, не будешь человека проводить через определенный этап, никогда твои продажи не будут высокими. Хочешь быть богатым? Клиента нужно обрабатывать. Не надо стесняться продавать, потому что вы даете выгоду. Человек, который покупает, он приобретает выгоду при любых вещах. Ключевая характеристика любого продавца – это уверенность, настойчивость и интересность. Вот во флирте это очень сильно проявляется в пикапе. Ключевая формула, которую мы проповедуем в агентстве – все клиенты – это женщины. Ты должен соблюдать определенные правила. Он должен подать, делать цветочек, делать комплимент. Хороший продукт, но продажник не может просто аргументировать, почему он хорош. Он не может сделать комплимент ни своему клиенту, ни своему продукту. И он в этом проигрывает. Как в жизни, да? Красивый, замечательный парень. Ну, двух слов не может сказать. Да тут вроде приходит такой отрицательный персонаж. Он быстренько каких-то пара фраз сказал, шутку сделал. И смотришь, раз девушка ушла именно с этим персонажем. Так и в продажах. Клиент слушает ушами и воспринимает ушами. Покупку делает он именно тоже эмоционально. С нуля корол осваивала, да. Три дня долбилась лбом по клавиатуре, пока знакомая не показала самые примитивные горячие клавиши, которые необходимо знать. Ну и буквально один вечер посидели, а дальше уже методом проб и ошибок нужно, надо сделать, не можешь найди. Она не ходила ни на какие курсы, хотя, ну, как на любое, допустим, там, программное обеспечение этому обучают, да. Она сама все это изучила и дошла. Ты понимаешь, что ты не знаешь то, то, то это. Обратиться тебе не к кому. И ты начинаешь искать, рыть, смотреть на ютьюбе ролики, где угодно, читать статьи, покупать книжки. Мы даже книжки покупали, сделай сам. Потом мы узнали, что есть не лобзик, а есть лазерный станок. У нас был партнер, который резал нам крупные изделия, крупногабаритные. И когда он услышал, что мы эти плечики делали лобзиком, он просто пожалел меня и показывал, что нужно делать макеты. Объяснял, часа два там насидел, хотя он был хозяином бизнеса. То есть ему просто было жалко девочку. Нюансов много. Сначала фанера там убрали, она не подходила никак. Потом уже помониторили, посмотрели, в интернете погуглили, все, нашли. И стали использовать, какую надо. Для лазерного станка желательно использовать фанеру с наименьшим количеством сучков. Заказываем сейчас в Тюмени, заказываем и в Новосибирске. Началось все с детского увлечения открытками совместно с ребенком. И вот теперь уже 4 года с копейками мы занимаемся деревом. Когда я была в командировке в Москве, увидела красивые вывески, скрабукинг. Купила ребенку, пригодилась маме. В общем, для того, чтобы снять стресс, мы решили поделать с ней эти открытки. Опубликовала записи, потом и начали поступать заказы. Я помню, она и с нитками делала всякими разными. И с тканями открытки были, и с всякими декоративными бусинами. Проходит буквально, наверное, неделя. Потом приходит сообщение от девочки, совершенно незнакомая. Она пишет, Юля, вы умеете делать вот это? И скидывает мне деревянные плечики именные. Я понимаю, что я делать этого не умею. Но я вижу количество, что нужно несколько штук, там несколько десятков этих плечиков. И, соответственно, я говорю, да, я умею. Муж приходит с работы, я говорю, мне нужен лобзик. Он на меня смотрит с выпученными глазами, не понимая для чего. Ну и, соответственно, я этим лобзиком, тогда еще в квартире, на табуретке, пытаюсь освоить лобзик и эти плечики. Я беру, выполняю заказ. И, собственно говоря, оттуда все пошло, поехало. Сейчас, когда я это вспоминаю, тоже смешно, потому что эти вещи лобзиком не делают. Потом до нас все дошло. Ну, все с опытом, все со временем это пришло. Тогда я хапнула горе, по-другому не скажешь. Потому что, если сейчас мы делаем шлифмашинкой, обрабатываем изделия, там, дорабатываем, есть специальные губки, то тогда для меня было одно понимание наждачки. Это был лист бумаги, который неудобно держать, который стирал полностью руки. И я хочу сказать, что после этой партии плечиков я примитивно не могла ребенку застегнуть куртку, потому что тактильность пальцев, она была полностью нарушена, она была убитая. Я боялась, что я вообще руки потеряла. Потому что, ну, то есть тот же самый замок я застегнуть не могла. Я держала, там, вот эту вот собачку, а сил не хватало для того, чтобы ее как-то дернуть и пошевелить. Культовые детективы. Любимые сериалы. Как дела? Мировое кино. Ежедневно, круглосуточно, на продвижении. И один из самых успешных комиков в мире. Ищите продвижение в своем пакете каналов крупнейших операторов спутникового телевидения. И больше не переключайтесь. Каждый раз, когда я сужусь на диету, я хотела бы дойти до конца. Хотите избавиться от лишних килограммов без вреда для здоровья? Нужно похудеть не быстро, нужно похудеть качественно и надолго. Мы расскажем вам о главных ошибках на этом пути. Да похудеть проще пареной репы. Исследуем реальность и разоблачаем мифы в программе «Человек худеющий». Как отыскать нужный аксессуар? Сара Джессика Паркер имеет в своем гардеробе Павлова посадские платки. Эволюция любимых вещей сквозь призму времени. Первый стандарт платка появился еще в 18 веке. Телепроект для модниц «Вещь в себе». Новые выпуски каждый понедельник в Омском эфире телеканала «Продвижение». Оливье. Наша классика, наша легенда. Раньше было вкуснее. Чем выше горочка, тем правильнее подача. Как приготовить блюдо из нашего советского прошлого? В чем секрет кулинарных достижений СССР? Кофе подавали в конус стакана. Телепроект для гурманов «Вкусно по ГОСТу». Взренный помощник позволяет четко видеть миллионам человек. Почему в кофейне пахнет карамелью? Что-то плавится сахар в бабах. Что-то почувствует горький шоколад или грейпфрут. Чем закаленное стекло отличается от обычного? Такое стекло прочнее обычного в пять раз. Сломать его, как шоколад в руке, уж точно не получится. Свойства привычных вещей и явлений в телепроекте – это работы. Новые выпуски каждый вторник в Омском эфире телеканала «Продвижение». Для меня в самом начале было неудобно сказать людям, что доставка, если вы не можете приехать, она тоже стоит денег. То есть днем чем я занималась? Я развозила заказы, а вечером и ночью до утра я работала. Я не могла отказать людям. Бывало такое, что я думаю, все-все-все, я спать, а потом я понимаю, что кого спать, полчаса и лезь убудить надо в школу. 25 декабря в прошлом году я поехала за мандаринами, мне приспичило вечером. Попутно, естественно, я захватила заказ на доставку. Случилась авария, да, я перевернулась. Она мне, как рассказала, обрезалась в столб, а потом машина покатилась куда-то. Когда ты летишь, это какие-то доли секунды, но я первым делом подумала, что вот у меня Лешка только улетел на вахту, а у меня двое детей дома. Все. Как они узнают? Ты же не знаешь, что ты не долетишь до этого столба 20 сантиметров? Ты думаешь, что все? Она говорит, там у нее еще инструменты лежали на заднем сидении. Взять в зеркало полетели, удивительно, говорю, то, что в нее не попали. Да она как в рубашке родилась. Удачно это все обошлось. Сначала для меня это крах. Как это нет машины, нет заказов, возить фанеру. Машина у меня рабочая лошадка была. А теперь я думаю, что, не делай бог, все к лучшему. Видимо, это был единственный способ остановить меня и заставить считать время свое. Раньше как-то она привязана была к машине, да, там все, машина сломалась, это все, работа встала. Сейчас она без машины исправляется. Когда я говорю, у нас ручная работа, многие говорят, ой, какая-то ручная работа. Сейчас же есть танки, вы отправили изображение, и все готово. На самом деле вырезать – это малая часть, да, очень малая часть. Самое главное – довести это делать до ума, чтобы это не выглядело как кружок очумелой ручки. У нее нет дизайнерского образования, но она видит это все наперед. Она говорит, вот это будет так-то так. В уме у нее уже в голове есть, ну, я не знаю, дар такой какой-то. Для нас самое главное – это качество. Мы идеально прокрашиваем торцы, шлифуем после окрашивания, то есть снимаем лишний ворс. Все изделия совершенно гладкие на ощупь, потому что мы обязательно финишируем защитным матовым лаком. Сейчас мы переходим на покраску с пульверизатора. Эта краска интерьерная, хорошо ложится, хорошо подвергается шлифовке после окрашивания. Идет на водной основе, без запаха, совершенно безвредно для ребятишек, для животных, для окружающей среды. Она пожаровзрыва безопасна. Огромная цветовая палитра, вот просто нереально огромная. Когда она только начинала сниматься, новые цвета показывала. Да, она прямо ему краски привозила по заказам. Мы с ней садились вечером, мы рассматривали ее. Мы дома начинали это делать, но делали мы это очень недолго. Конечно, это было неудобно, и мы это быстро поняли. Мы съехали в мастерскую. Мастерская у нас была маленькая в соседнем доме в Цоколе. Все изделия заносила домой, упаковывала и уже из дома отдавала людям. Соседи люди же разные. Были жалобы. Для меня это был шок, конечно. Звонок от участкового, да, на вас поступило заявление о том, что у вас открытое ядохимикатное производство. Оказалось, стыд вообще. Пришел адекватный участковый, посмотрел, что дома чистота, порядок, никаких запахов краски, тем более никаких станков. То есть люди же не понимают, что станок, извините, он занимает там полкомнаты места. Они не понимают, какой запах идет. Они просто там смотрят в окно, сколько ты рамок отнесла, и примерно прикидывают, сколько ты заработала. И у них стоит вопрос, а платишь ли ты налоги? То есть следующие там заявления, возможно, налоги не платят. Ну, у нас ИП, мы платим налоги, мы платим пенсионный фонд. Когда вы продукты уже разрабатывали, вы уже должны были это определить, кому это. В чем очень часто проблема начинающего предпринимателя. О, вот такой товар, да, и я его начинаю всем подряд впухивать, да, я всем начинаю его показывать, и люди сами на него приходят. Начинаешь думать, кто твоя целевая аудитория. Если вы определили целевую аудиторию, или правильно, как у нас в методологии звучит, целевой рынок, и целевая аудитория очень четко отличается от целевого рынка. Целевая аудитория, кто потенциально может купить, да, а целевой рынок, тот, кто покупает. Грубо, игрушку могут купить и папы, и мамы. Но в массе своей кто покупает? Мама. Соответственно, целевая аудитория у вас и папа, и мама определенного ребенка, а целевой рынок, тот, кто вам деньги выкладывает, да, это мамы. И ключевая, кстати, ошибка начинающего предпринимателя. Нет-нет-нет, надо всех окучивать, надо всем продвигать свою идею. Вот должны все. Нет. Где мамы могут находиться? Ну вот вам первый ресурс возник, омские мамочки, да? Сегодня соцсети. Ну пожалуйста, ну господи, ну ищите вы эти профили и входите. Просто оказывается, надо писать, надо анализировать. А вот это мы не любим. Я, наверное, вошла в поток, когда это набирало актуальность. Тогда люди активно начали принимать участие в фотосессиях, открывались фотостудии, начались проекты какие-то свадебные, индивидуальные. И очень популярным было использовать деревянные слова, буквы, пригласительные, подушечки для колец, шкатулки для денег, деревянные фоны. Первые заказы после плечиков, это были, конечно, слова, семья, свадьба, фамилия, плечики жених-невеста, именные рамки. Изделие, оно похоже на заводское, но не хуже. Многие у нее отзывы прям вау, очень довольны. У нее уже появилось много заказов, у нее уже много клиентов, много подписчиков. На Новый год особенно много заказов поступало. Мы в этом году уже отважились на то, что принимали участие в ярмарке новогодней. Это был просто колоссальный опыт. Сделать что-то впрок, спрогнозировать, какое количество нужно. Тебе нужно каждый день продавать и продавать много. И как вы рассчитаете, сделать так правильно, чтобы на 30 дней хватило, и хватило так, чтобы вроде как и в последние дни с пустой витриной не остаться, и в то же время не остаться с товаром. Настолько вещей понадела. Она могла сидеть до самого утра, до ночи. Просто привозила буквально каждый день по 3-4 пакета с всякими игрушками елочными, большими деталями, мелкими. Даже вот были вот вообще вот такие вот мини-пущенькие. Как-то так удачно получилось. Поэтому в этом году участие снова в новогодней ярмарке. И в этом году это уже будет, ну я думаю, что 3-4 города. Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Тюмень. Мега еще дала такой опыт, мега дала новых людей. Люди, которые моложе тебя вдвое, но они такие амбициозные, активные. Столько уже перепробовали, что ты глядя на них, у тебя глаза загораются еще больше. Рынок не стоит, рынок развивается. Мало там произвести, да, нужно еще и продать. Мне нужен сайт. У меня есть мечта о собственных торговых точках. Для того, чтобы все это было, мне нужны помощники. Вот. Это обязательно будет в этом году. Сейчас этот год, он переломный. Мы решили уже взять станок и сделать новую мастерскую, уже перейти на другой уровень. Сейчас, когда он сам на вахте, то есть он 2 месяца в Якутии, месяц он здесь, по факту он 4 месяца в году дома. И когда я еще 24 часа в сутки занята работой, у нас двое ребятишек, то, конечно, мужчинам это не очень нравится. Я помогаю ей. Когда приезжаю, вот у меня есть время, месяц я ей помогаю, то, что возможно. А в основном она уже самостоятельно все делает. Муж у меня пессимист. Но в силу того, что я оптимист и, наверное, вообще оптимист в розовых очках еще, еще за спиной у меня там где-то парочка розовых очков, то я всегда могу его переубедить. Приходилось и приходится и по сей день. Я еще не вышла на уровень той зарплаты, которую я получала с загруженностью в полдня. Тот же самый переезд, вроде бы он не глобальный, вроде бы у тебя была мастерская, ты также платила рендную плату. Ну, все по-другому. Получается, ты купил новый станок, это деньги, это не десятки тысяч, да, сотни тысяч. Ты к нему должен купить дополнительное оборудование, ты, соответственно, должен сразу вложиться в зонирование. А дальше больше, да. Если мы ставим перед собой задачу принять участие в этом году в ярмарке, соответственно, это аренда на три города, аренда немаленькая. Вложиться в материал – это тоже суммы немаленькие. А кредитоваться не хочется. Я вот эти моменты все как-то понимаю. И я знаю, что сейчас я могу выйти на больший уровень достатка, при этом я должна много работать. Она делает все качественно, да, и она требует это от других людей. Делегировать надо научиться. Мы сейчас без нормального названия. Мы хотим, чтобы оно у нас было, чтобы оно было короткое, запоминающееся, звучное. Ну, и мы хотим все-таки акцентироваться на какой-то, может быть, одной группе товаров, которая будет только у нас. Вот. Вот это те мысли, которые в ближайшее время будут занимать мою голову. Телеканал «Продвижение» в крупнейших сервисах онлайн-ТВ. Любимые программы можно смотреть на компьютере, планшете или в телефоне. В смарт-телевизоре или ТВ-приставке. Телеканал «Продвижение». Позитивно настроен. Оливье. Наша классика, наша легенда. Раньше было вкуснее. Чем выше горочка, тем правильнее подача. Как приготовить блюдо из нашего советского прошлого? В чем секрет кулинарных достижений СССР? Кофе подавали в бонус стакана. Телепроект для гурманов «Вкусно по ГОСТу». Взрывный помощник позволяет четко видеть миллионам человек. Почему в кофейне пахнет карамелью? Это плавится сахар в бабах. Кто-то почувствует горький шоколад или грейпфрут. Чем закаленное стекло отличается от обычного? Такое стекло прочнее обычного в пять раз. Сломать его, как шоколад в руке, уж точно не получится. Свойства привычных вещей и явлений в телепроекте — это работы. Новые выпуски каждый вторник в Омском эфире телеканала «Продвижение». Учу тому, чтобы он не чувствовал свое личное пространство и разделял со всеми все. Это же хорошо, уже делится. Кому хорошо? Как ответить агрессору? Переломить спор в свою пользу. Можно начать плакать, можно начать смеяться, можно начать вспомнить, что, блин, а что же на этого вот заразу злюсь? Психологические эксперименты, беседы с экспертами в студии. А есть какие-то специальные позы, стоп-слова? В программе «Не стандартно и легко, а психология». Новые выпуски каждую среду в Омском эфире телеканала «Продвижение». Мне сейчас почти 40. У меня сейчас какой-то совершенно сумасшедший период. Я хочу прыгать с парашютом учиться, я хочу пролететь на параплане, я хочу научиться плавать, я не умею плавать. Я хочу набить тату, я об этом думаю. Коньки – это та тема, с которой мы решили начать. И это та тема, которая объединяет всех. Лисюха у меня хорошо катается, у нее были коньки и ролики. Мы с Матвеем вообще профаны полные. Матвей меня поражает. Он орал, уйди от меня, я уйти не могу, я сама стоять не могу, я за него держусь. То есть он не ездит, он еще ходит перебежками, но вот он упертый прям. И мне это безумно нравится. Она пример для меня тоже. Она ставит цели и добивается их. Но она развивает свой бизнес, и мне это нравится. Смотреть на это, как это происходит. Когда вот мама что-нибудь подсчитывает по налогам, я спрашиваю, как это, что это, почему, зачем. Ну, чтобы потом, знаете, могла без нее обойтись. Сейчас для нее ситуация сложная. Она у меня хозяюшка, она у меня помощница. И вот честно, без нее я бы никуда. Потому что в условиях, когда папа на вахте и нет бабушек, то, конечно, она моя палочка-выручалочка. Могу я пошлифовать маленький вещь, потому что мне это удобнее делать, чем маме. Но это долгая работа. Я вот могу сесть там, надеть наушники, смотреть какой-нибудь сырья, анимешку и шлифовать. С момента аварии, я хочу сказать, она же меня поучила немножко. То есть я рациональнее стала использовать свое время. Я корректно учу людей не писать мне ночью. Я начала спать. Клиенты привыкли, что я отвечаю в 3, в 5 утра. И вот как-то корректно я приучаю к тому, что я тоже человек, что у меня тоже дети, что у меня тоже бывают болезни у детей, у меня у самой, что у нас тоже бывают семейные праздники. И в какие-то дни я действительно могу не ответить. Если раньше я выбирала фитнес-клуб в центр, сейчас я с радостью хожу в соседний дом. Это подъезд рядом со мной. Я трачу на это 2 минуты 5 времени. Я счастливая, довольная. Я больше времени провожу с детками. Ваш продукт замечательный, ваш продукт великолепный. Но нужно четко понимать, он никому не нужен на рынке. Его никто не хочет. Ваша задача теперь начать показывать, заставить людей сомневаться, что они не хотят ваш продукт. Определение продаж Наполеона Хилла. Продажа – это искусство вложения в голову другого человека, мотива, который придет к нужному для вас результату. Вот это мы забываем. Мы считаем, что ему это сразу нужно, его отпускаем. Нет. То есть нужно очень хорошо в голову вложить ту мысль, которую вы хотите продать ему, тот или иной продукт. Просто набивайте. Работа с возражениями. Работа, то есть разработка аргументов, разработка скрипта. Сегодня интернет онлайн дает огромное количество. Там и плохая информация, которая вам не нужна. Но если вы начали, вы начнете потом селекцию, вы начнете очень грамотно отделять. Вы это будете применять. Я думаю, можно будет от одной достаточной книги Шифман «Техника холодных звонков». Можно почитать того же Наполеона Хилла. Том Хопкинс «Искусство продаж». Очень интересная книга, но они такие несколько развернутые. Максим Батриев «45 татуировок», либо «Менеджер по продажам», либо «Продавана». Они развернут. Главное, чтобы начали читать. Муж часто говорит, конечно, легче так жить. Напялила розовые очки там и все. Да не легче так жить. Так жить сложнее, когда ты всегда уверен, что все будет хорошо, и ты доводишь до этого хорошо. Проще жить пессимистом. Он сказал, что не получится. Сел на диван и все, не получится. Ну, как бы я так не хочу. Нам было тяжело. Мы со съемной на съемную квартиру перебирались. Мы когда пожеленились, у нас не было ни копейки. Я хочу, чтобы мои детки, они не маялись по съемным квартирам. Конечно же, это делается ради детей. Мама мне уже купила свою квартиру в Новосибирске, чтобы я могла учиться. Пусть не у каждого у них по квартире, пусть мы еще платим за нее ипотеку, но одна на двоих, у них стартовый капитал уже есть. Задавала ей вопрос, а кем ты хочешь быть? Никем не хочу быть, еще ничего не знаю, еще ничего не решила. Сейчас она открывает сайт университета и говорит, мама, я думаю, это как наша школа, что-то старое. Там такая махина, там на Центральном проспекте. И вот она это вот с таким прям азартом говорит, и она изучает, она изучает какие факультеты. Когда она поняла сама, что ей что-то интересно, я вижу, что она берет дополнительную литературу, что она сама лезет в интернет, что она читает книги. И я понимаю, что если моему ребенку что-то будет интересно в будущем, то он сделает все сам, и все получится. Вот эти молодые люди, которые очень амбициозные и очень активные, они все из семей, которые очень давно занимаются бизнесом. У них есть опыт, они поэтому такие. Они поэтому понимают, что чтобы положить в ротик что-то, ты должен поработать. Ты должен поработать. И мне очень хочется, чтобы у моих детей был тоже такой пример. Я сейчас барахтаюсь, я пробую, учусь, мне некому подсказать. У них будет кому подсказать, потому что мы уже немножко будем к тому времени научены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова